Музыка Каждый народ определяет три вещи География Я чувствую корпус, потому что таких городов нигде нет Почему здесь такое желание драться? Если в дальнейшем на тяге только нападут, гуру ведут жизнь Все, алхамдуллах Потом с соседями, которые здесь все время хотели их сожрать Должен быть дух обязательно Через что прошел наш народ? Недавно меня поменяли колени суставы Когда война была, я под зрим попал Одни выживают, потому что дерутся на улице, а другие, потому что дерутся на линии Никогда не боюсь о России Это наша родина И религия Вы Хабиба знаете? Я бы не хотел на это отвечать Как бы это разбирать Сколько лет ты имама занимаешься? 21 В Дагестане В Дагестане вольная борьба считалась номер один всегда Спорт номер один Недопустим вред Ни самому себе, ни другому человеку Имама уже чуть захлестнула даже вольную борьбу В Дагестане В Дагестане В Дагестане Это русское кладбище большое В общем, жутковатое место Сейчас буду заходить в самый дикий, просто безбашенный, жуткий клуб ОМА на территории Дагестана Очково, страшно В Дагестане Шарку не взял Единственная лампочка горит сверху Раздевалка Она же бывшая качалка какая-то. Разбросанные блины. Давай, Стали, второй ровный! Портрет бывшего президента этого клуба, которого убили, застрелили на трассе. Серебряный призер мира по самбо был расстрелян из автоматического оружия, находясь за рулем своего автомобиля Toyota Camry. По ощущениям, в зале должно быть человек 50, наверное. Япона, мать! Вот звери вообще жесткие. Давай, давай, давай! Наслаждайтесь атмосферкой. Мы находимся в клубе Горец. Эй, что тебя все время постоянно бьют и стоишь? Основал который Мусайла Лаудинов в 2008 году. Он из самых первых клубов, ну, в Дагестане, по крайней мере. Который на таком уровне он вышел. Ну, на тот момент он был единственный в России и один из лучших, который он считался в Европе. Ух, так. Разорванные маты, оборванный пол просто абсолютно от времени уже. Затертые телами. Разолбанные головами, видимо, разогибали эти батареи. А у вас сейчас в клубе сколько бойцов UFC выступает? В нашем клубе UFC бойцов занимается это Анкалаев, это Имеев, Антигулов. Но есть такие ребята, которые тоже, как бы, они представляют другие клубы, но они занимаются постоянно у нас. С этого зала доходят до этого, на смотрю, стандартные. Да, да, да. Эй, эй, это по-моему сделаете, да? И тишина сразу. Очень много ребят здесь, и зал не такой большой, но этим мы тоже довольны. Ну, если бы было побольше, было бы хорошо, потому что очень много ребят приходит, и приходят, которые хотят записаться. Очень много бывает. Помещение, видим, вообще никак не проветривается, очень сильно воняет потом. Кто-то в партере, кто-то херачит ногами, руками. Фул контакт. Я сюда сейчас приходил, как в больницу, для лечения. Пришел по поцелу, и я тут не проходил. Чем хуже условия, тем лучше. Ты выживать начинаешь, мой? Ну, это же жуткая какая-то тема, нет? На самом деле не страшно. Должен быть дух обязательно. Если духом слабые, могут где-то сломаться психологически. Ложись мне. Он ложится, я на него. Пошла работать, я добиваюсь. Нападайте постоянно, а то иногда не поймешь, кто там нападает, а кто отдыхает. За счет вот этого постоянного прессинга, за счет желания и характера он может забрать. Моя задача встать от него, тоже бить и выйти с этой ситуации, с этого положения. Милые рождественские носки и все. А вы видите? Я с 2007 года тренировал. За эти 13 лет с 2007 года по 2020 увеличилось количество людей, занимающихся ММА. Честно сказать, очень даже увеличилось. Этими UFC, вот этими промоушенами, этими боями, оно очень сильно оборот именно в России, я думаю, в Дагестане очень сильно оборот занял. И вот за это время, по сути, очень много, даже с разных видов спорта, начали переходить на эти, на бои. Из борьбы переходит зачастую к вам? Из борьбы, ну это как бы для ММА хорошая база, вольная борьба считается. Многие переходят, но борцы их не тренера, ревны. Почему здесь такое желание драться? В Дагестане есть два места, где каждый парень в своей жизни точно побывает. Это мечеть и зал по вольной борьбе. Ну это национальный спорт, а спорт номер один, так сказать. Сейчас один из таких залов, я его вам хочу показать. Он внешне похож на автомойку, но из этой автомойки вылезал олимпийских чемпионов больше, чем из нескольких европейских стран вместе взятых. Ну что, погнали, посмотрим этот зал, это красава! Красава! В Дагестане есть два места, где каждый парень в своей жизни точно побывает. Это мечеть и зал по вольной борьбе. Сейчас один из таких залов, я его вам хочу показать. Погнали, это красава! Все стартует и начинается вот здесь. Это борцовский зал. Никого нет без трусов? Здорово, пацаны! Здорово! Здоровые все! Вы что здоровые такие все? Здравствуйте! Меня Виктор зовут, я хочу узнать про борьбу все. Скажешь все? Да! Желание Мурадов, делай шаг! Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Было время здесь когда «Пять колец» было, «Пять колец» олимпийских нарисовано, он там под ними лежал и смотрел, Моя фамилия, где напишите? Год будущего олимпиадца. Сайкула, можно тебе на минуту? Виктор, очень приятно. Это Московский олимпиадец, чемпион олимпийской. Офигеть, в 80-х. Саидов Советский Союз. Работать, тренироваться, чтобы достичь тех результатов, которые они достигли. А мы будем помогать. Вокруг меня бегает явно будущий олимпийский чемпион. Сейчас надо со всеми перевкотаться, чтобы потом говорить, вот он олимпийский чемпион, я его знаю. И ускорение на месте. Борьба – это один из древнейших видов спорта, который в первой олимпиаде в рецептах проводился олимпийский. Там даже в программу входила борьба. Спорт номер один. А вы сколько лет тренируете вообще? Я сейчас скажу, 76-го года. Вы 76-го года здесь живете на матах. И это очень вкусно. Вот даже взятый бурный командир в России, в основном пополняется спортсменом из Дагестана, Северной Осетии, Чечни, северокавказских ребят. Как говорится, есть поговорка такая мудрая. Где картошка растет, там надо картошку сажать. Да, Женя? Забедрит его. В атмосфере сильно отличается залами ММА. То есть нет таких шлепков, никто никого не бьет, нет такой открытой агрессии. Нет, а вообще хотите стать борцами профессиональными? Есть. Не ММА? Не, не нравится ММА? А че? Почему? Здесь он жесткий. Но борьба тоже жесткий. Мама не пускает ММА. А, мама не пускает ММА. ММА, честно говоря, я не поклонник этого вида спорта. И будут ребята, потому что все же борцами не могут стать там. Ребята, которые занимаются ММА, они изначально хотели стать борцами? Многие, да. Многие оттуда начинают. Ну, что-то видят, то не получается, что-то они едут туда, там лучше получается. У тебя есть ответ, почему пацаны переходят в ММА у самого борьбы? Бывает, что ребята, может, в борьбе так тяжело, может, что-то не получается, потому что в олимпийских видах спорта там чуть своя политика и система, ну, чуть тяжело пробиться. Там нужен, там, толкач нужен. Или ты должен быть такой одаренным спортсменом, чтобы всех просто наголу переезжать. Просто это спорт тоже политика своеобразная. И в ММА то, что, видать, многим ребятам нравится, это они, когда начинают переходить, они там начинают зарабатывать деньги. В Дагестане как вольная борьба считалась номер один всегда. На сегодняшний день я могу сказать, что ММА уже чуть захлестнула даже вольную борьбу. Вот покажу, двух олимпийских чемпионов, сколько он болит его, товарищи. А где именно такой? Где у нас? У нас есть чемпионок? У нас есть один. Женщины у нас папахи не носят. А остальные места там, места много есть там. Мутаев, Магомед, чемпион России, чемпион Европы. Анкалаев, Рашид Юсупов, все его знают. Идут общаться с чемпионом Олимпиады в Пекине 2008 года. Почему это стало так модным? Мы только финансировали. Все идут за деньгами, да? Другого я там не вижу. Если говорить о олимпийских видах спорта, тут можно, допустим, поднять флаг нашей страны. А если говорить о ММА, то мне кажется, что это больше коммерческий вид спорта. Остались ли деньги, которые вы получили за выигрыш олимпиады? Официального такого денежного приза нет. Вот машины, то, что нам давали. Да, машины. Допустим, X5 подарили. Продали его? Да, я вот сразу там уже. Даже и не ездил. Сразу в автосаму загнали. Сколько дают за бой в UFC? Вот просто нужно там, в первом уровне. В среднем. Ну, в каждом разный бывает. Бывает у кого-то 12 плюс 12. 14 плюс 14. Если там бой вечера будет, тем могут еще в полки не быть. До бой вечера. Денег много. Поэтому, наверное, больше все туда бегут, рвутся. Будущее вчера, в возрасте 27-28 лет, может быть, и попробовать. Вас не смущает, да, что вот эти пацаны из этого зала уйдут дома много? Те, которые мне нужны, с кем я плотно работаю, они не уйдут. За вот этим всем скоплением тел на ковре чувствуется что-то вот очень древнее. Это то, с чего здесь все начиналось. Здесь нет ни денег, ни блестяшек. И не выходят на ковер под какую-то громкую музыку. И вот эта любовь реально ушла просто в такую корку вообще. Просто в вены попало. По какому принципу фотография? Чемпионы мира? Динамо-клуб. Я такого вообще не видел, очень не рад, что 30 человек просто в очереди к одному тренеру стояли. Курсистан Давай, 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 работай. Сажай, сажай. Ислам, плотнее работаем! Корку с головой, корку с головой. Я вообще драться не люблю особо, и никогда не отличался от какой-то агрессии, но иногда, чтобы понять человека, нужно попробовать учтить себя в его кофе. Слышишь, Амиль, давай с кем-нибудь выскочим. Витюшечка, солнышко, мы тебя очень сильно любим, дай бог тебе здоров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, я когда сюда зашёл, у меня мечток тряслись руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было очень страшно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После первого удара сразу страх куда-то уходит. Даже не обращаешь внимания, все как будто так всегда было. Может за этим не стоит какая-то агрессия, реально, может это просто спорт. Я тебе покажусь, Коти! Да, я раньше боролся. А ты ММА занимался? МАРДОБОЙ не нравится. А МАРДОБОЙ? Я редко в своей жизни когда дрался, но если я дрался, то я уже дрался, пока кровь не будет. Здесь такое как ММА отношение в Дагестане, странное. Ну сознательно, сам подумай, идти себя подвергать опасности. Тебе ведь могут просто по голове один раз дать, у тебя там что-нибудь не так и все, и ты можешь умереть, правильно? Правильно. Был один случай в Чечне, по-моему, если он умер после боя, парень молодой. Вон боксер наш, если вы слышали, Магомед Абусаламов. Профессионал, он тоже уже сколько лет ловочные были на итальянском. А борьба что, борьба? Ну просто друг друга побросали. А ты сам как объясняешь, почему мы в Дагестане так борьбили? Лучше всего, наверное, у нас получается драться и бороться, наверное, только из-за этого. Научили? Да, научили на свою голову, как говорится. В общем, в этом весь Дагестан. Сели в такси, а здесь лучший борец, который, в принципе, мимо осуждает. Вот в таких противоречиях и живет общество. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в нашем распоряжении оказались уникальные кадры спецоперации по задержанию кровавого Рузвельта. Там вообще все эти города. Это кличка мэра Махачкалы. Саид Амиров заказал убийство махачкалинского следователя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мэр города Амиров до того, как сел, успел продать все пространство в Махачкале просто до единого квадратного метра. Поэтому такой разброс в архитектуру. Вот посмотрите, колонны там готические, какой-то дворец. Слева Ижевск. Практически все продавал, каждый квадратный метр. Вот опустует ли это что-то? Вот все делает, документ продавил, наговорил. Здесь по этому городу двигаться прям нереально. Что-то вроде бы как-то вот еле-еле. Приехали в Министерство по делам молодежи встречаться с министром, скорее всего, Саидовым. Вот в этой куче домов надо найти здание, в котором, в принципе, он может сидеть. Скорее всего, это вот это здание. Так. Здравствуйте. Опа, смотри-ка. Камиль, Камиль, Камиль. Блин, здесь так сложные имена запомнили. Вот здесь и туда. Камиль и Саидов. Минициальный сучанин перебесылись? Ну ладно. Движуха дагестантская. Все, аутентичная, аутентичная обстановка Здравствуйте, Виктор меня зовут, спасибо большое Фотографии не меняются особо, куда не поедешь Мы провели самую массовую зарядку в стране 9 тысяч человек на стадионе Есимбаевой Совместно с проектом «Трезвая Россия» В Махачкале установили рекорд по самой массовой утренней зарядке Флешмоб поддержали известные спортсмены, представители власти, а также общественные деятели Мы говорим о том, что спортом заниматься можно и спортом заниматься можно Попробуйте описать тремя прилагательными молодого дагестанца Конечно, наши ребята, они сильные, у нас есть культ спорта Конкурентные ребята, конкурируют между собой в разных направлениях То есть получается, первое, сильный, конкурентный и умный образованный Именно в таком порядке Круто Экскурсию по министерству чуть позже можно? Почему? Потому что все ребята ушли на розуман На розуман? Это молитва? Да Так Мест в мечети не хватает И люди молятся прямо на улице, загораживают движение А вас вот эта тяга к ММА у молодежи, она не смущает? Ну, личное отношение, конечно, меня лично это не смущает Я думаю, что просто для ребят это интересно Весь этот продакшен, он такой публикуемый, транслируется по всему миру Там большие конорары и молодежи, интересно все это Здравствуйте Информационный у нас такой, можно сказать, отдел Кто-то СММчик здесь, да? На самом деле официальный сайт у нас Мы распространяем о том, чтобы прошли какие-то молодежные мероприятия наши А какая последняя новость была? Сегодня как раз в Махачкале стартовал киберспорт Опа, я тоже ММА? Нет Спецназ против террористов, постоянное противодействие даже в игре В Махачкале прошел турнир по контр-страйку Здесь сноровка очень важную роль играет То есть надо уметь действительно попадать в голову То есть правильно, грубо говоря, наводить мышку и стрелять Но это, естественно, не самое важное Точнее, не единственно важное Здесь очень важны командные взаимодействия Молодой дагестанец, он кем хочет стать? О чем он мечтает? Ну, дети, конечно, и дети, и молодежь видят И Хабиба Нурбагавида Я думаю, многие хотят быть как он У нас стереотипы о дагестанцах Это борцы, это борцы Против наркотика, поэтому Вот профилактика ДТП Профилактика наркомании С Ньюсом мы тоже проводили рейды антинаркотические Министерство по делам молодежи Республики Дагестан Совместно с РОД Советского района Махачкалы Были изъяты вреды для здоровья вещества Ну, кидаешь, не? Подгружая? Да, 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 кидаешь Нормальная тема На свай отошел На свай тоже, мы боремся с на свай А как показывает практика, если не борьба, то что? Ну, много секций посещают нас Ну, первый выбор после Я думаю, у нас и боксеры, и дюдаисты Идем дальше? Да Виктор, а вы чем в детстве занимались? Дюдо, карате Как-то помогло? Я просто По карьерной лестнице Единственное, да, нету слова больше не могу Отбили такое желание Вот интересуется, Рожен, почему наша молодежь Особенно увлекается спортом Ну, опять, мне кажется, все-таки, если Дагестан, как первая, страна гор Горы, это все-таки сила духа жить в горах Вы, вот, если поедете в высокогорье, вы понимаете, что это нелегко жить Дочь, говорит, учится в школе, там, в первом или во втором классе Говорит, папа, ты, говорит, сможешь побить Хабиба? Он говорит, мужик, спортсмен, я пойду, почему ты такой вопрос задаешь? Ну, потому что даже дети уже в первом, втором классе информация доходит Выси, выси! А что ты делаешь? Так, приехали в Каспийск на чемпионат Дагестана в ПММА для детей и юношей Ему 14 или 15, получается Ну, вот так как сейчас главный боец в мире это Хабиб То, значит, получать чемпионат Дагестана, это сравнить чемпионату мира Бойма, да? Да, да, да Здравствуйте Здравствуйте Привет, Шамиль, да? Шамиль, да Пойдем? Пойдем Так, мы здесь прорываемся, прям в самую гучу событий Здравствуйте, Виктор меня зовут Пацаны совсем мелкие, господи боже Им лет сколько, лет 12 на вид? Доброе Сколько сейчас лет пацанам, которые выступают? 45, 2005-06 годов Ага Со скольки лет начинают заниматься сейчас пацаны ММА? Ну, Дагестане у нас сейчас это очень жестко, с малых лет можно сказать, хотя нельзя так окружать, но есть у нас такие... Главное, 7-8 лет, даже если бы кто-то занимался Поэтому, наверное, у нас в Дагестане только получат бойцов По сколько лет вам? По 16 Семь? По 16? Да, да А тебе сколько лет, малой? Двенадцать Сколько лет ты ММА занимаешься? Семь Тебе отец отдал? Нет, я сам ходил По телевизору видел, захотелось готовить Здесь были ребята, которые готовы, говорили, 11-летний допустить, а не допустил А, они рвутся, типа, в более 11-летний Да, рвутся, очень много, очень много сегодня не допустило А почему выбрали-то вообще бои? Давай Давайте, это икс-фот, да Почему тебе нравится? Что нравится? Получать удары Получать удары или наносить? Наносить и получать Драться любишь просто? То же самое, драться люблю Вот такая вот здесь тусовка в Каспийске Это разворотка Это двоечка какая-нибудь На двоечка Сваливанный тейкдаун Оценивается Сваливанный удержал 3 секунды Это уже активное действие Вот эти бои детей, которые показывают, там, ипотели Ну, там, знаете, как С 14 лет Это как вы считаете? Правильно или нет? Там, знаешь, там резонанс получил только то, что это на федеральном канале все показано было По поводу детей Да, по поводу детей Да, вот здесь то же самое дерутся дети Ну и что, просто это не показывает Какая рынка, чей сын? Боевые улучшающие племы очень опасны А то, что шлем слетел, пофиг? Если для него нет угрозы добивания То это, если какая-то угроза будет Рефери останавливают бой Одевают шлем И в той же позиции продолжается бой Какая-то часто травма вообще? Есть, ну, мелкие травмы Бровь из носа, часто травма носа И один, то, что пальцем глаз добавляет Мне в воскресенье Вот это мой внук Хабиб Нурагомедом заменить Я хочу Ну, я ему желаю здоровья И постараюсь я тоже с ним занимаюсь Дома тоже Вы его тренируете? Да, я его тренирую Вот видишь, вот такие внука я очень уважаю Всем привет Здесь сейчас в этом сзади 300 бойцов Каждый из которых не может спираться Даже 12-летний ребенок Я себя чувствую в безопасности Потому что я с камерой А камера для них это часть Хабиба, понимаете? И часть этого UFC И все нам надо хотят поговорить, пообщаться Что-то объяснить, рассказать про себя Возьми интервью у меня, пообщай со мной Шанс для него боя будет Вот и 8-ти 5 профессиональными бойцами ходите Единственный шанс здесь вырваться в люди, короче Бабки нормальные заработать Головить и бабки делать Серьезно, у тебя макгрейбер, хумир? Да, брат А реально ходят макгрейбера, любят ли? Да Ты? Никто, никто не любит в этом городе Мы все за Хабиба, все Вы ему ставите балл, да, за это? Да, за каждое Попадание, конечно, это техническая движка 10 секунд Пошли, пошли Время Кто выиграл? Ну, на мой взгляд, еще судья у нас есть Выгнал боец Синего угла Попадание, еще судья у меня Поздравляю 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 Что, ты решил, что ловить нечего в борьбе и пошел на бои? А чем у вас отцы занимались? Каким спортом? Вольники По скольки лет ребенок может заниматься ММА Лучше всего изначально отдавать ребенка на какой-то определенный вид спорта Или борьба, или дидо, или бокс А потом уже со временем, когда уже какой-то конкретный фундамент будет, какая-то конкретная база будет, то можно уже потом отдать Но я сам бы изначально как бы не отдал Бои никогда не поздно перейти У нас национальный вид спорта в Дагестане Они как раз таки вот борьба Ну, отец, как и все горцы у меня, занимался вольной борьбой и легкой атлетикой Ну, в горах, в горах это самый доступный вид спорта Я в Дагестане центр борьбы и спорта А как? Почему? Почему? Потому что горцы это любят спорт От 85-летнего деда до 8-летних пацанов все здесь Главный досуг это просто соревнования по ММА Ченка от Дагестана Физаменитель кальянных, там, смузи-баров Все хлещатся, а кто не хлещатся, хотят выйти и хлестаться просто Вот эта страсть, она здесь с рождения у пацанов У нас с детства тоже детей к люлькам привязывают У нас не то, что такое просто положение У нас с детства пацан такой клетки собрано растет Потому что в таких условиях Он не двигается, он стоит ровно А вот здесь, вот дырочка бывает Песку ставили туда на трубочку Когда он писал, она идет туда на две стороны горшок Чтобы у него кости сработали правильно Сколько воинов были в Дагестане Все победили вот в Дагестане Это очень хорошо Почему такая любовь к борьбе здесь? Это все здесь Мы должны бороться Потому что каждый должен защищать свою семью Семью и родину Ставитесь, пожалуйста, вот здесь вот Я быстро подводку запишу Ну что, готовы? Узреть! Настоящий Дагестан Мне все говорили, что именно горы сделали дагестанцев олимпийскими чемпионами Ну что, едем в село Кахип Это древнейшее стрело Дагестана И представьте, там нет ни одного чемпиона мира или олимпийского чемпиона Но зато, как бы парадоксально это не звучало Именно из-за этого села в Дагестане есть десятки олимпийских чемпионов И сотни чемпионов мира И оттуда все начинается ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приезжаем в блокпост ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Борщи Борщи Блокпост Не ремни безопасности здесь смотрят, видимо Это вам не мне лето сраный Это качество, да? Вот поворотный геморуб, где всегда стоит полиция И каждую машину до сих пор проверяют И сюда невозможно заехать, чтобы об этом не узнало ПСБ Вот этот пост Где будки, автоматы Гаисники местные? Не местные, а российские Не местные, а российские Это хорошо сказать, нет? Говорят, до сих пор там еще гремят выстрелы Вот еще один из героев Тагестана Вперед смертью сказал Мне вот эти, да Алхамду лиллях Поймали кафира младшего лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандовича Ты, да, я, короче? Да, я Скажи, я этим А ты не сам скажи Что сказать? Не работали Работайте, братья Уже что говорить? Когда это было? Четыре года Вот эти лесные люди, типа? Ну да, типа как лесные люди Разойдись Разойдись Я останусь Я останусь Я останусь Ты каждый раз здесь молишься? Да Будьте любезны Всего доброго В общем, если вся борьба и жизнь начиналась с гор То я пойду в горы Я возьму с собой Магомеда Который вот он проставит в кепочке Башню вот на вышку из дорога Вот оттуда все Кто знает, здесь просто все Каждая птичка поет о своем роде Вот мы привыкли здесь жить Магомед, а чем здесь люди вообще занимаются? Основной землей делим По сути, ничего не изменилось как бы там Доброе утро Здрасьте Как дела? Чего хорошо? Привет Магомед, дом говорит Магомед, сын Магомед 344 года Это строит А по Руси 1925 Сто лет дома, да? Это все, оно очень религиозное Потому что везде надписи, флаги Вот, посульманские Без религии, это люди потерялись Честно сказать Вот пятница Все собираются в начате Но это уже, смотри Если не собирались бы, друг друга не знали Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Спасибо, Хавьер От души От души От души за вами Ой, ой, ой Давайте я разберу Можно так? Как здесь бабушки 90-летние ходят Вот таким вот этим Спуском, склоном Я не понимаю Я, кажется, за вами пойду Склоном Склоном Вот такие узкие тропинки здесь делали С котового места кто же уедет Мы же раньше здесь жили Какие просто кайфы Я в городе жил 30 лет, я приехал сюда Что у нас газа нету У нас это нету Того нету Мы не боимся трудностей Одни из самых первых поселений здесь То, с чего все начиналось Кто боится трудностей, здесь не живет Потому что здесь Трудность это синоним жизни просто Ну все Ну все Выходим из села И поднимаемся Собственно в гору Ну что все Спасибо Ваш дозор закончен Высоко в гору уже не поднимаете А, да Там много раз будет Сегодня он с вами Если не был бы я пошел Он с вами Сегодня Зачем доймить Эту крепость на горе строили Для защиты от набегов Которых видимо здесь были просто постоянно Кто-то пытался напасть Ну это всегда было раньше Ага Раньше всегда было Всегда было Нападали все время на вас Ну да Мы нападали На нас нападали Воевали все Вон смотрите вороны эриборы Похожи на властелин колец Ахахаха Может не пойдем через горы? Пойдем Ну хорошо У нас остался эльфийский хлеб И пара стрел Это и хватит Этого нам достаточно Вы кстати тоже похожи на этого Саруман Да, да Вообще жестко похожи Вот так еще когда улыбаетесь У него только зубы золотых не было Мы туда пойдем Да Ну да Блин, как риск проходить? О, ничего не успеваешь Чтобы сюда добраться Нужно проехать пять блокпостов Большие Блокпост Напряженная ситуация в Дагестане? Ну напряженность видишь? Нет Это кто делает? Это СМИ делает все напряженность Отношение людей здесь Почувствовал какой-нибудь до 30? Нет Ну вот она и есть Сейчас женщины идут матриарха потихоньку Ну выравниваются просто права Сейчас везде женщины командуют Вообще дома руководят Везде руководят И что это неправильно? Это неправильно конечно Если у нас например воины били бы Они не командовали бы Вы привыкли здесь командовать Потому что всегда война была Ну раньше же воины били Постоянно Вот посмотри Каждые 50 лет Какое-то волнение делали Вот чеченцы Посмотри Что-то случается с Чечней? Да, в 90-е годы Посмотри Что было Уходим, уходимся Ну Дагестан тоже слегка затронула война Дагестан вот это не тронуло бы Северный Кавказ ушла уже Развал России получилось Очень хочется по русской традиции И по традиции священной земли Дагестана Где мы с вами сегодня находимся Поднять этот бокал И выпить за память тех, кто погиб Шамиль в конце что сказал? Никогда не войти к России Это наша родина Ну вот смотрите какой разный Дагестан Салам А еще Дагестан может быть вот таким Вот сейчас картинка Министерство спорта по делам молодежи Здравствуйте Опа, смотри-ка А сзади меня министерство по физической культуре и спорту Майбах Уверен, его водит кто-нибудь со сломанными ушами А сам министр спорта Здравствуйте Меня Виктор зовут Сразу все понятно, да? Был в 90-е, как выговаривают, очень серьезным человеком Авторитетным Когда война была тут, я под взрыв попал Здание, типа, Москва-Сити здесь Семиэтажное, да? Здесь так скромно От Путина есть две грамоты у меня Да, вот Путина подпись Хоть посмотри, как выглядит она Это Хабиб А, он вам подарил свое место? Не столько Он параллельно министерство спорта То есть такой еще Мы все здесь знаем, да? Какая большая история у нас Через что прошел наш народ Недавно мне поменяли колени сустава Когда война была, я под взрыв попал Правая нога у меня от тазобедренного До коленного сустава У нее железная нога Вот эта история со взрывом Ну, я был командиром оболчения Когда вот эта война Все эти моменты тут были Я против этого вагобизма Магобизма Вагобизма Да, я был против них И, естественно, определенная война Война есть война И вот поэтому Лидеру, например, который против них Вот они начали Камиль, пойдем чай попьем Ого Это домашнее Вот это домашнее у меня После чемпионата мира Вернулись наши атлеты Наш муфтик Ахмад Хаджи Он нас пригласил Там есть ресторан Выступает один Ну, Аллах акварт кричат Аллах акварт кричат Это нормально Аллах Великий Создатель Великий Тут ничего Ну, кроме как Что тут плохого Ну, это же время Муфтик приходит и говорит Ребята, говорит Достаточно, говорит Просто похлопайте А там были гости Гости, которые приехали Из России Из-за границы были Этот Аллах акварт, говорит На уровне России На уровне других государств Ну, как Несколько, говорит Довели его до того Когда Аллах акварт кричат Ну, надо прятаться Или лечь Ага Вот это памятник Который я поставил Перпись за здание Аля Ливу Кто его построил? Товарищ Мурмедов Почему Ни ингуш Ни чеченец А именно дагестанец Стал чемпионом UFC Ну, сказать Это даже Чечни Сколько много изменений В этой республике было Война, не война Все эти моменты Сегодня, например Их не ответил У нас они на сборах Там Ну, они просятся Они заявления воображают Чеченцы? Да Хотя у них Базы лучше Условия лучше Все эти моменты Они создали Все построено Но Взят спарринг-партнер И сама база Имеется в виду Не та база Где тренируемся Совокупность В ваших залах Как написано Против терроризма Очень много лозунгов Я говорю Я бы Хотел, чтобы везде Это все было Каждый ребенок Это понимал Что такое зло Какой у вас бюджет на спорт? Больше около двух миллиардов Два миллиарда в год на развитие спорта в Дагестане Ну и сейчас Людей в секциях по борьбе Меньше становится Потому что Идет все равно Отток большой Наоборот Вы можете для интереса Заходить в нашу школу Возьмите Возьмите Урожай Возьмите Спартак Даже иногда Чтобы зал проветривать Времени не хватает Самбо Очень интересный вид спорта Да Джудо Очень интересный вид спорта Бокс Разговора нет Но в это же время Вольная борьба Как королева она Вот Главный тренер В регби Сейчас мы его потянем сюда Иди сюда Мохаммад Иди Я как вижу Про вашим Боровян Да Боровян Вы борец Да Я сейчас Я являюсь главным тренером Республики По регби С регбийной командой Какие у вас успехи? Не имея в Дагестане Свой спортивный клуб Профессиональный клуб Даже не имея в школу Наши воспитанники Тагир Гаджи Его признали Лучшим игроком России Дагестанца Я боюсь предположить Но С чего начинал Лучший игрок России по регби По регби По регби Тагир Опять вернется Тагир он начинал с борьбы Он начинал с боев без правил Вот 8 человек из них сколько Из них 6 человек борьбой занимаются А двое Один боксер Боксер Ну что Витя Может попробуешь регби Себя Вставай Настало Время Битвы Не 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 Ну давай попробуешь Пойдем Интересно будет Не Витя Йоу Ты вот здесь Удачи нашим операторам Витя 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 Давайте пацаны 4-2 Витя Витя Комер У меня был дядя Борис Он был чемпионом СССР Равняюсь на него Мы назвали честь него Султан Ты из-за него борьбу выбрал? Да Мне Вот так вот Правильно Да ребята Бежелемно Наш Великий Ан Пятикратный чемпион Мир У него были такие Заявления Любой горец Любой дагестанец Он уже готовил переразнять То есть он рождается с первым разрядом По борьбе уже Не столько рождается он Он становится им Поскольку Особенно горцы Которые спускаются Не занимаясь тем Или другим видом спорта Поскольку они в горах Трудятся Работают Они спускаются сюда Физически сформированными Музыка Вот одну историю я расскажу Был один у нас отсюда человек Он был каменщик Приехал туда Борец такой Никто не мог выиграть его Один день прошел Второй день Третий день Это отсюда Сыльчан Можно Не с ним Но если я проиграю Я же не с вашего селения Позор тоже говорит Вам не будет Ну Вшел он Выиграл он Почему Потому что он был Камешек Занимался Камнем Поднимал Ставлял Смотри Если слабый человек Вот такие камни Не ставлю Шашлыки в шкуре О Бараны Да я веган Погоди Я веган Ребят я по авокадо Не переживай Я женат Курдюк у них хороший конечно Чего ж тут говорить Я уже неделю здесь Опа Не видишь Ему 63 года Он здесь пришел за нами видимо Соскучился Возвращается Давно не виделись Ассалам алейкум Ассалам Алейкум ассалам Дома которые остались более-менее разрушены Вон где крыши камнями прибиты Там везде сейчас живут бараны Палка привязана на веревке Держит дверь О-о-о! Да! Ой, привет! Одна штука только здесь. Одна штука? Да. Приветики! Не посмотрю. А, хорошо. 50 лет назад здесь люди жили. Здесь вот жили люди 50 лет назад еще. Я помню, когда здесь люди жили. Почему вы переехали из старого города туда вниз? Пять детей – это средняя семья считалась у нас. У всех семь, восемь, девять, десять детей. И места же не хватало для детей. Для семи, для их семьи. И за это переехали сюда. Ждать, пока электрики, смотри, едут. Вот как чинят здесь свет электричество в деревне. Все замножьте. Крюки нацепил на ноги и полез свет все делать. А, вы не электрики вообще, да? Блин. Спасибо. Страшно у вас руку жать. Сейчас, как мочканет, заряд, блин. Его спрашивают всегда, «Тебя только мне беда, говорит, а масло завяжешь». Он мне, говорит, давно знакомый, говорит. Электричество свое, говорит, только свое, он своих не бед, говорит. «Че такое?» «Че такое?» «А у меня ничего нету». «На кого они охотятся?» «В шакалах». «В шакалах охотятся на горах». «Вокруг села охотятся на горах». «А вы чем занимаетесь здесь?» «У меня тут, вон там, десять баран, я себе десять баран пошел. Для забавы. Делать нечего. Ну надо же, чем-то занят. А вот школа. Супер колоритное футбольное поле наподобие того, которое в Монако. На фоне огромнейшей горы. В лучших традициях Тагестана забетонирована волейбольная площадка. С виду так, вроде как, непонятно, да, что это тагестанская школа. Ну школа-то школа. Пароль. Из трех букв. «Ой, здравствуйте. Не помешали? Виктор меня зовут». «Могай мне загиб». «Могай мне загиб». «Очень приятный Могай мне загиб». «Здравствуйте. Всем привет, парни. Мы с Ютуба. Если о чем-то вам говорится. Петро. Мельница. Хочега. Давай. Хороший. Тень, тень. Вот в этом зале 10-40 метров. Тренируются. Бросают друг другу. Тут же денег с ними. У нас, в общем, 12 человек занимается. Один болеет, двое. На праздники Махачкаву уехали. И вот они приехали. Там право выглядит вот так вот. Так же он выглядит. Вот так вот. На ту сторону. Вот так. Единственное, что есть в идеальном состоянии, это турник. Сразу захват, Шамиль. Захват ног. Стоп. 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 Я не знаю. На тюрьму походят. Пятку. Назад ушел. Положили. Сразу. Взяли Алианевский. И поворот. Чувствую. Я очень энтузиазм. Столько здесь надо мотивации к себе. Чтобы заниматься в таком зале. Желание здесь заниматься капецу, пацанал. Да? Ну да. Это просто помещение не позволяет. А так желающих человек 30 тоже. Претензий по самоотдаче, короче, не бывает. Ну, претензий, как и то, молодцы, а не отдачу делают. Вот, вот, Курбанова. Пятикратный чемпион района. В правых местах категориях. Вот чемпион. Вот Гадзива. Ахмед. Вместо чуть-чуть здесь. Этим рукопашним. Потаскали его. Поехал на Дагестан. Касым Кен стал чемпионом на вторую шестую программу. Вот тоже чемпион везет. Вот оба чемпиона везет. У каждого результата есть. Для чемпионов больше людей, по крайней мере. Я знаю, что курение, алкоголизм, наркомане. У них тяги не будет. Это и вера не позволяет им. У них уже внутривожен спорт. Это уже все. У них ее никто не отнимет. Такие три самых главных chorства. Очень смешно. Минута времени со стойкой. Кому балл возьмёт? Есть волейбол холеблайд с 3 до 5. Натягиваем сетку, вон эти крючки, вон сетка. Натягиваем сетку. Что же здесь? Больше нету ли этого? Я успел бывать на многих футбольных полях. И в Африке, и в России все жаловались на условия. Я хуже не видел. Он не отапливается. И стены идут по шлангу. Но здесь никто не жалуется. То, что у вас в селе нет ни газа, ни света, ни канализации, ничего. Не мешает жить? Ну живут же. Жили наши предки тоже. Мы тоже живём. Какое самое лучшее место в детском? Ну чё, сестра. Всё, вроде бы снялся. Кто у тебя герой? К кем вдохновляешься? Герой, он мне дедушка. Он воевал. Ну это впечатляет просто. Это даже самого как-то вдохновляет. Ну что, чуть-чуть давай покажем им гимнастику нашу. А? Вот так. Опа. Вот так вот. Раз, два, три. Раз, семь, два, три. Раз, семь, два, три. Вот так. Раз, два, три. А вместо Wi-Fi здесь такая тема, да? Да. Да. Вот так. Таких вот залов именно и начинаются карьеры. Кто был бойцов? ММА, Олимпийских чемпионов. А кем хочешь стать в России? Чемпион мира? Здесь занимаются, пацаны, аж сборная Дагестана. Я вырос, родился. Там была всего лишь борьба и волейбол, да? И я как-то стал чемпионом мира. И за житу сейчас нужно доказать. Какая радость для дагестанцев! Что это за фото? Ну это в переливе. Финальная сказка. С Тегеевым с Узбекистаном. Помните, что сказали? Ну, конечно. На на Миню. Я же сказал, мы в большая нибудь по трубе бегали, а так приходят в челноки все время, да? Человек тогда становиться как олимпийский чемпион. В какой-то степени обеспечивает завтрашний день. Уважение проявляют все. Чем борцы занимаются, тем более такого уровня, как вы после совершенства карьеры? Кто-то выходит на госслужбу, кто-то старается какой-то свой маленький бизнес открыть. Я, допустим, стараюсь какими-то своими мелкими делами заниматься. Ты тебе платишь байком, так сказать? Да, в официальном байком. ММА? Да. Рамазан Имеев в полном порядке. Твой первый спортзал? Да, да, да. Я здесь начинал. Во сколько ты за лет пришел? Шесть лет примерно? В шесть лет я начал тренироваться. Рамазан Имеев! Сколько тебе было, когда твою фото повесили? Это защита повесила. Когда с Мирандой второй раз я уступал, это 20 лет. О чем они могут мечтать? Дальше спортивных достижений. На учебу поступят. Найдужи там большой спортзал стандартный. Будет у них возможность в стандартных залах заниматься. Быстрее, быстрее, быстрее давай! Есть такие примеры, как Адурашица Адулая, в мире номер один. И у них есть к чему стремиться. Я хотел эту победу посвятить нашему горцу. И маму Шамилю. Каждый второй юноша на Кавказе мечтает на него равняться. Чем дагестанец отличается от остальных? Ну, что дагестанцы хотят добиться чего-либо. А то, что мы шамля. Для нас было приношено. А почему? В каждом доме здесь портреты имама Шамиля. Он как генерал Лиссимус, как Суворов. Он защитил родную землю, религию. Те, которые приезжали, убивали бы и терроризировали бы кого-то. Это похоже на Шамиля? Он был справедливым человеком. В России во всех кабинетах висят портреты Путина. А здесь и мама Шамиля. Он уйдет, он будет там. А Шамиль ушел, она стоит. Потому что он был справедливым человеком. Красиво, красиво сказано. Путин встали, намаз сделали. И обязательно по 30 раз обнимание, присудание и честь. Понятно? Да. Ну все, завтра увидимся в школе. Чего? Блин. То есть надо держать. Да, Магара? А что это такое? Это ветер. А почему лампочки-то гаснут? Ну вот все это уходу. Часто такое? Где-то вот трава замкнули. Часто, если вот ветер сильный, может до утра светли. А, вы не электрики вообще, да? Блин. Спасибо. Сейчас задувает. Вечер. Не холодно? Нет, конечно. Я в куртке замерзг, чтобы вы понимали. Пацаны закаленные, видимо. Смотришь, где камера, чтобы я твои трусы не снимал? Нет, нет, нет. Я все равно снимусь. Ага. Да-да. Вау, вау. Кому дольше всех идти отсюда? Мне и ему. Сколько минут? Минуты десять. Ого. Вот так каждый раз, короче, после тренировочки, да? Бандой домой идете. В гору. И что будете делать сейчас дома все? Успокойся спать. Блин, ну грустно. Мы уже привыкли. Спартанские условия. Спартанские условия. И что, тебе это нравится? Да. Что такое? Сирот? Да. На всех будете делить? Конечно. Приятного аппетита. Спасибо. Ешьте, ешьте. Ты что, гонишь? Я у вас еще сырок это буду забирать. И кироги. Ну что, куда идем? Аш. Аш. Блин, страхово? Там еще кладбище будет. Ты меня на кладбище ведешь? Да? Да. Супер рожь. Что, ты хочешь сказать, что ты в городе пожил, сюда приехал, тебе здесь больше нравится? Да. А в городе что не нравилось всегда, скажи? Да, где-то спал. Угу. В ту школу. Там я возвращался, он руки делал обратно в школу. Ну. И условия были. В городе? Да. Так а здесь то же самое, нет? Здесь в зале можно пойти в гор, в соседнюю село. Капец, здесь не забраться, да? Ой-ой-ой. Страшно. Да? Я вас сейчас провожу, а как я обратно-то приду? А куда надо? К школе. Просто прямо и сюда. Прямо идите и все. Окей. Давай. Да. Слева. Проводил пацанов. Я бы здесь жить не смог, это сто процентов. Жить их жизнью я бы не хотел, это сто процентов. Все, что есть, это природа. И вот друг, друзья, семья, наверное, религия, вот именно. Может поэтому столько много религий и борьбы, потому что кроме религий и борьбы здесь ничего нет. Возможно, именно поэтому они, когда выезжают из Дагестана, например, в Москву, начинают вот так себя вести, просто кружит голову. Скажите, пожалуйста, а почему вот вы уехали из Дагестана? Там нет работы, там плохое образование или... Нет, просто своих бить не хотим. Своих бить? Хотите бить местных? Да. Порядок наводить. Порядок наводить. Можно их тут назвать. Продягаем. Такие. Туда приезжают. Папа, дядь, просто. Мы шли где-то минут 30-35. Короче, и в гору, и вниз, и везде вот эти одинаковые дома из этого камня и заборы. Сейчас будет весело, походу. Вверх или вниз? Пойду вниз. Я не помню, был ли такой дом? Ну, как их отличить, они все одинаковые? Ебаный Тинькоп ни хера не ловит. Оно мать, а ну куда попёрся? О! 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 Ты чё такое? Так. Там ещё кладбище уйдёшь? Ты меня на кладбище уйдёшь? Ебона мать. Никого нет дома, что ли? Здрасте. Я не знаю, что делать. Мечеть. Никогда не было такой мечети вообще в своей жизни. Ну, вот будет первый повод. Вы идите прямо, прямо, прямо по этой автомобильной дороге и всё. Всё, хорошо. Спасибо огромное. Вы мой спаситель. Вам счастливо. Батарейки сели на камере, пришлось снимать на телефон. Встретил случайного парохожего какого-то. он уже знает, что меня ищут. Вроде как мне здесь прямо, прямо, прямо и я уже пришёл. Доброе утро. Доброе утро. Что здесь будет? Бортцы? Да. Девять утро, махачкала. Да, суббота, еще народ подтягивается, доброта. Обычная тренировка дагестанских борцов. Вот здесь возле горы не собираются и похерачили. И там кроссфит еще, воркаут, площадка их ждет. Сколько раз в неделю вы бегаете вот так? Один надо без зала, а будет, который два раза в такой бегать тоже. Я, конечно, с ними побегу, я все-таки футбол играю, пацаны борются, так что в беге, я думаю, я им дам форы прилично. Ладно, пацаны, готовы, размялись, нормально, все, давай, побежали, погнали! Грустее, давай, пацаны, я что-то, я говорил, лишайфов нет. Ну все, поехали. Я не то чтобы устал, я просто набегал, слушай, не хочу больше, просто. Али, что так слабо, что ли? Эй, давайте, пацаны, поднажать надо. Фух, соль нас чуть-чуть. Красотища какая она. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разберись, папара. Привет. Там прошел два. Ну вот, пацаны, на свежем воздухе на горе добежали три километра. И давай бой с тенью, спарринге. Вот-вот наш тоже подошел. Здравствуйте. Здравствуйте. Провели на тренировку? Да, 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 это главный боец. Здорово. А здесь тренируете, чтобы вдохновение какое-то получать от города? Ну да. До встречи воздуху. Вперед! 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 Кроме Аллах. Твоя позиция? ММА разрешено и по Исламу? Это такой вопрос тяжелый. Как сказать, я не знаю. Насчет ММА, если мы это тоже не будем делать, чем наркомания там… Мы занимаемся оздоровлением нашей молодежи в первую очередь. А почему деретесь? А почему? А почему? Я бы не хотел на это отвечать, как бы это разбирать. Да. Можем вам заниматься? Да. В начале надо на тренировки ходить, потом заниматься, потом уже… Если в дальнейшем на тяг кто-то нападет, бурый ведет его жизнь. Все. Алхамдуллах. Самый лаконичный ответ на вопрос о том, можно ли заниматься ММА по Исламу, я получил от министра спорта Дагестана. Религии запрещают бить по лицу. Ну это же время, что есть, что есть. Ну если министр спорта так отвечает, ну что я могу сказать? Библия и спорта. Почему? Потому что то, что нравится, это осталось. Из четырех книг одну сделали, как хотели так. А Коран сказал, Аллах сказал, это я буду защищен. Ну это же время, что есть, что есть. Конечно, такой вопрос серьезный. Ну да. Ну надо быть такой серьезной религией человеку, чтобы начать такие вопросы. Здравствуйте. Мы сейчас едем к очень крутому человеку из религии Дагестана. Зовут его, как сегодня ошибся? Магомед Расул Саадуев. Когда грехи становятся явными в моей уме, Всевышний Аллах их всех покрывает своей карой. Я думаю, нас ждет очень приятная беседа. В менталите дагестанцев. Если что с русским дерется наш, наши поддержат вас. Что значит? Почему? Вот так. Не, я проверять не буду. Витя, вы извините, что мы вас потревожили в таком состоянии, просто вообще без вариантов. Здесь нужно разбираться конкретно. Ну пожалуйста, здесь можно. Ваш сын занимается борьбой с нами? Да, он занимался борьбой, он получил травму. Что-то мне подсказывает, что в ума он идти не хочет. Нет. Почему к встрече с вами я шел вообще неделю? Никто не хотел со мной общаться. Да, говорили, что это очень щекотливая тема и никто не хотел разговаривать. Такое ощущение, что имамы боятся Хабиба или там, не знаю, его осуждения какого-то. Зачем бояться? Ну как бы мы не радовались победам этих бойцов, но точка позиции ислама – это позиция ислама. И если в этих видах спорта имеют место причинение увечий, удары по лицу, оголение тела, также имеют место ставки и так далее. Эти виды спорта становятся запрещенными. И ряд государств, арабские государства запретили эти виды спорта в своей стране. То есть такова позиция ислама. То есть ислама Хабиба сказал – не допустим вред ни самому себе, ни другому человеку. Как относиться к культу вот этих единоборств Хабиба, то, что все смотрят и вы поддерживаете, и то, что это запрещено? Сам будет нести ответственность за свое отношение вот к данному виду спорта. В исламе вообще отношение к человеку следует формировать таким вот образом. Мусульманин, он грешника не должен ненавидеть. Будете смотреть с Фергуса на бой? Я ни один бой до сих пор не смотрел. Просто по настроению молодежи знаю о том, что тот победил. Как закончили? Хотелось бы. Ну вот я первый раз в жизни в мечети. Нужно делать пять раз в день. В ММА очень много харам. Голые девочки выходят. Мы смотрим по их, наблюдаем за Хабибом, наблюдаем за Исламом Махачевым, за Битом Маданчевым. Они все выходят в вольную борьбу. ММА – это у нас как обычная жизнь. Я не знаю, например, ни одного дагестанца, который за свою жизнь хоть раз не подрался. Начиная с малых лет, со школы. Дразнят, дерутся. Бывает такое. Ну, ММА – это все равно, по идее, по Исламу, оно запрещено. Хоть мы и стараемся придерживаться того, чтобы не делать этого всего. Иногда нужда заставлять. Вы имеете в виду, что ММА – это только деньги и все остаются богатыми? Нет, не то чтобы богатыми, хотя бы выжить. Одни выживают тем, что дерутся на улице, а другие – то, что дерутся на рынке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажи, как попасть в Горец. Как вы набираете в клуб? У нас любителей, которые вот с нуля пришли, таких нет. Это как бы профессиональный клуб. Здесь уже все готовые ребята. В плане того, что их всех можно выставлять на соревнованиях. Хочешь записаться в клуб Горец, ты должен сделать два спарринга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По две с половиной минуты ты дерешься с одним, и потом две с половиной минуты ты дерешься с другим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возле чувака сейчас рано, проходу прилетел сюда, в Махачкаул. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пацан решил сюда прорваться в клуб. А? Просто так его сюда не пустят, походу. Почему в Дагестан решил приехать? Понимаете? Я считаю, здесь люди сильные. Сильнее, чем в Иране? В Иране не менее нет пока. В Франции я занимаюсь ущесами. Угу. А почему решил перейти в ММА? Деньги, наверное, я понимаю, интерес какой-то. Бабки, вот и интерес, да? Да. Ну вот сейчас иранец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой-ой-ой, это рано-то чуть-чуть сейчас. Он уже два раза, ну да, на самом деле раз что-то. Ой-ой-ой. Сейчас он, походу, получится. О, да. Очень уверен, мне кажется, я уже верен, что он пройду зашел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебе как любишь? Да, нормально. Поджаренный или... Да-да, ты делай как себе это. У меня копочки сейчас за улицу здесь. Ох, что, походу. А здесь какие-то страховки, я не знаю. Что там надо делать? Карточки. А здесь не надо, где-нибудь не требуешь? А-а-а! РАУД 2. ФАЙТ. Ух ты еб... Там просто миллиметраж. Просто сверкут и все, и по соске. Завали, да ты там не сомневаюсь. Посади, тогда... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляю. Спасибо. Неплохо, неплохо. Неплохо. Что скажешь? Как ощущения? Все, мой. Вот ты. Все твои братья, они так мне скажут. Возьму, думаешь? Возьму. Я тебя спрашиваю. Не знаю. Что? Возьмешь? Или ты иранцев не очень? Неплохо. Неплохо. Я угораю. Расскажи, как так получилось, что вот этот зал там здесь, да, возле таксопарка русского кладбища с обшарканными стенами приезжают со всего мира? Я пересекаюсь там со своими коллегами, да, русскими тренерами. Они говорят, что у нас, как бы, материала с кем работает, не так много. Потому что там какие-то моменты случаются, там могут ребенка забрать. Там синяк получат, там, домой забрать. А вот наши ребята, то есть по поводу у нас здесь всегда там с детства уже, как бы, хочется отдать пацаненка там в спорт, чтобы он окреп и духом, и физически, я не знаю, генетически вот это все. Меня зовут Марк Александр Ульм. Я из Южной Африки. Что ты здесь делаешь, черт возьми? Как тебе пришло в голову улететь из Африки в Махачкалу? В Африке мне сказали, парень, ты сумасшедший. Я согласен с ним. Но вы все ошибаетесь. В Дагестане лучшие бойцы мира. Откуда ты узнал об этом клубе? Когда я подписал контракции с Ей, мой менеджер сказал мне, Марк, чтобы стать лучшим, ты должен драться с лучшими. И мы искали лучший клуб для тренировок. И Горец это топ-клуб. Сюда попасть непросто, но мне удалось. Что ты знал о Дагестане? Что он очень отличается от остальных. От остальной России? Да, от остальной России. Мои друзья говорили мне, Марк, в Дагестане очень опасно, у них по улицам ходят бандиты. Ну вот я здесь три недели, я могу сказать, что это самые лучшие и сильные люди, которых я когда-то встречал. Это мой Дагестан гэнгстер. Здравствуйте. 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 Всем привет. Всем привет. В Африке. В Африке. Чтобы вы понимали всю суть этой вечеринки. Тренер национальной сборной Панамы. Он по-английски или по-испански говорит? Прилетает в Латинской Америке, чтобы попасть на вот этот вот ковер. Да, можете перевести? А почему он прилетел в Дагестан? Очень прикольная тема, когда дагестанец переводит место испанского на русский. Здесь уровень борьбы в мире лучше. В мире лучше? То есть вы считаете, что это место в мире лучше? В мире лучше? Да, да. Вы правильно переводите? По-честному? По-честному. Ну, кто самый известный дагестанец в мире? Он не скажет Хабибу. Он не скажет Хабибу. А, Садулаев, да? Есть ли шанс у панамских борцов против дагестанских? Да. Нет? Нет, нет. Лучше ведь не связываться с ними. Локтями в голову не бьем. Локтями в голову не бьем. Корпус в голову. Затылок не бьем. По подворочнику не бьем. Внизу добивание болевых и врушающих ножек. Почему ты решил сюда прийти в этот клуб-то? Мне нравится здесь спарринг-квартёр и... Да? А ты знаешь, что сейчас будет с тобой происходить? Знаю. Выдержишь, как думаешь? Давай, удачи тебе, дружище, я с тобой. Две с половиной минуты, короче, какой-то крутой чувак, а потом будет меняться. Иди к тебе. Иди к тебе. Ой, Господи, еще раз, что у тебя все не выстрелит. Иди к тебе. Иди к тебе. Иди к тебе. Держи, держи столбцам, пожалуйста. Внимаем всегда башню. Мне стремно лезть на эту башню, но просто там уже 63 года лезет перед меня. Я не могу это задать. Стоп, 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 стоп. Ну не дался уже? Ну не дался, сейчас тебе усну. Чувак проходил спаринг, он его не прошел, его там чуть не задушили, у него просто весь рост хромит. Подрался очень плохо. Вообще не так, как надо. Взял реванш, да. Проходит 5 минут. Он подходит к этому Шамилю, тренеру, просит его взять. Эй, просто наоборот. Мне не больно, Фалка? Эй, больно ключом тут. Из-за твоей головы потом, а за уголом. Больно ключом тут. Научусь, да? Научусь сейчас. Ну, надо техника перебросла, если соблюдал сами, когда там нет ничего. Вот отсюда вот это вот расстреливали просто врагов. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так это все происходило, досконально показал, лучше. Просто в деталях. Вот так, чуть-чуть, короче, вот так. Ага. Короче, вот так и левую ногу сходить. Что будешь дальше делать-то? Приду еще на Иваш. Не сдашься, короче. Тип только что чуть коней здесь не двинул. Честно говоря, для тебя я лучше говорю. Опа. Все. Да, это тяжелее, чем подниматься в гору с борцами, например. Что, сильно расстроился? Позор думаешь какой-то это все-таки, или что? Ну не позор, иногда расстроился. Много таких пацанов? Бывает, которые сильно хотят, да, много. Здесь свой отбор. Здесь по-другому никак. Здесь им веса, во-первых, но ребят очень много. Законы джунглей. Сильнейшая оплача. Чисто. 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 А, вот так там должно? Да. Сразу чисто. Дагестанец плачет в одном случае, если его не взяли в бойцовский клуб. Сюда поверить вот так. Ага. Смотри. Ага. Поставим сюда, и все. Деду, как будто не в 63, а в 33. Да я подъеду. Давайте. Давай. Седьмой пролет уже. Вот последнее отсутствие. Мне рассказывали легенду про борца дагестанского, который никогда в зале не боролся. Ходил в горы, приехал на соревнования, просто всех победил. И совершенно не важно, правда это или нет, я здесь в горах два часа, и это точно не жизнь. Это борьба. Вау. 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 Каждый народ определяет три вещи. Это география, подъемы, узкие преодоления. Эти же не люди, это действительно герои жили же. В каких местах дома строили. Потом соседи, которые здесь все время хотели их сажать. Сам народ предрасположен к единоборству. Да. Почему? Думаю. Это ребят нашего великого жанья, которые 25 лет его его не сдавались. 25 лет. То есть это ваши соседи, которые все время на вас нападали, сделали вас такими хорошими бойцами. Наверное. То есть вы мне должны сказать спасибо, да, что вы такие бойцы сегодня. Спасибо. Понял. И религия. Ислам стал одной из частей того, что произошло с Дагестаном, что он стал таким центром силы, единоборства, борьбы. Есть такое изречение посланника Аллаха, где он говорит, что Всевышнему милые, дорогие, сильные рабы, чем нежели слабые рабы. Если мы прогнозируем такую популярность в будущем у ММА, не ислам, не богословы будут пересматривать позицию, а сам ММА будет пересматривать некоторые позиции, правила. Вы хотите, чтобы они на встречу пошли и что-то там скорректировали? Естественно, для того, чтобы поддержать популярность этих видов спорта среди мусульман, рано или поздно, я думаю, придется вносить некие правила. Я вот здесь стою в горах над этой древней башней, которая все время охраняла, оберегала маленькое силуэто Кахиб. Не было вариантов, нечем и удивляться, что борьба стала их национальным видом спорта. Для меня вот эти горы, они такие вот пугающие. Ну да. Я чувствую комплекс. Потому что такие горы нигде нет. Только здесь. Это моя родина. Действительно. Здесь я живу и буду жить. И после меня, и мои дети тоже. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok